Здравствуйте всем, меня зовут Женя Масиленко, я из города Кривой Рух. Я расскажу вам, точнее покажу на примерах, как наши общественные организации используют Р для контроля данных экологического мониторинга, а именно для контроля за качеством воздуха. Мы не строим пока никаких там супер-мега моделей, мы не применяем регрессию, нейронные сети. Сейчас наша основная задача переделать эти данные и визуализировать, показать людям, чтобы привлечь внимание наших жителей к этой проблеме. Ну, на первом этапе мы справляемся, потому что мы наконец-то дали пендаля волшебного Криворужскому городу столкому. Он наконец-то в этом году начнет разрабатывать страничку, где эти данные будут публиковаться. Про эту страничку, точнее про доступ к этим данным, Украина в ООН еще в 2012 году пообещала, что будет сделано. Депутаты наши местные начинают теперь активно мучать метеорологов, этологов, откуда ж формальдегид в городе, ребята, давайте что-то же делать. Ну, то есть процесс пошел. В общем, просьба небольшая, чтобы мне не приходилось краснеть, а вам не приходилось массу резко спасать ситуацию, не задавайте слишком умных вопросов. Я не программист, я по профессии геолог. Как оно там внутри работает, я понятия не имею. Большинство опыта это методом тыка. В общем, суть проблемы выглядит вот так. У нас в 2015 году промышленные предприятия 315 тысяч тонн выбросили в атмосферу. Это почти по полтонны на каждого жителя города. В принципе, небо чистое, сверху кому видно, голубое. То все остальное это заводские думы. Проблема настолько печальная, что даже вот так вот выглядит наш город. Вот это длина этого шлейфа почти 90 километров. Он туда переваливает Закопровское водохранилище. Это 15-й год. Я уже давно буквально нашел снимок космический 1986 года. Такая же конфигурация вот этого дымового шлейфа. Там видно его явно на 100 километров он расползается. То есть, вот это вот влияние нашей промышленности. Но это повезло, это ветер тут города будет. А если туда, на Север? С мониторингом воздуха в нашем городе, на Донбассе, все прекрасно. У нас 26 постов. Из них все автоматизированы. Автоматизированные посты каждые 20 минут вы делали. Делают измерения. Все это хранится на серверах и так далее. Мы будем рассматривать, к примеру, вот эти водороженые посты. Они принадлежат Арселону Митл Кривой Руд. Три поста автоматизированные. Розовые, вот эти, это принадлежат. Но надо 4 поста тоже автоматизированные. Ну и 5 постов гидро-видеоцентра 84-го, 88-го года. Они не автоматизированные. Данные удалось нам выбить, сколько у Арселона Митл Кривой Руд. Они нам поделились в бумажном виде, наблюдениями за ноябрь 14-го года, марта 15-го года. Это где-то тысячу страниц бумажных распечаток. Мы их пытались сканировать, распознавать и отобовские продукты, и тессерах, и какие-то там веб-приложения. Ничего у нас не получилось. Ошибок с помощью решили мы вручную перебить все эти документы. И успешно с этим справились. Какие проблемы вообще в исходных данных первичных? Ну, тут и загражено, конечно, идеально. В 0 часов 0 минут все померилось, в 0 часов 20 минут все померилось. Отдельно только меряются витерологические показатели. Ну, бывает так. В 0 часов 3 минуты померяли сексиды азота, в 0 часов 12 минут померилось вы, то есть разорвано во времени. Ну, поскольку мы это надевали все вручную, мы сразу причёсывали там в ближайшем 20-минутному интервалу. Ну, в итоге у нас получилась таблица почти 33 тысячи записей. То есть где-то полмиллиона ячеек в таком, в полуручном режиме за день. Инструменты, которые мы используем. Ну, базовая стена, это АПП, Плюс, Тер-Студио. Далее, пакеты, которые работают практически в каждом сбитке. Это АПП, в котором реализован туннельный интерфейс, передача ответа функции на вход к другую функции. 3D-реплиры, это пакеты, которые для преобразования, для уследнения, для перекомпиляции таблиц. И, конечно, графа, как же Джеклоп-2, пакет. Вот эти используются периодически стейшн или пакет, которые подключаются к базе данных Национального агентства атмосферных и органических исследований США. Ну, АПП, назван. И там можно получить данные почти 30 тысяч метеостанций по всему миру. Результаты их недеработок. Пакет Zoom используется тут у нас в одном скрипте для обработки временных рябов. Стейлс-пакет, который позволяет всякие рюшечки добавить на графику, на отображение шкал. Ну, и, конечно, для импорта шрифтов тоже разовый пакет ExtraFund, который в директорию R подтягивает ТТФ-ные шрифты, которые выходят в систему. Ну, и работает это все, нельзя не упомянуть, на системе ТТФ. В общем, начинаем нашу работу. Загружаем таблицу с данными мониторинами в ЦСВШ-ном виде. И сразу делает временное поле в формате COSEX-CT. Почему COSEX-CT? Потому что многие функции пакета ТПЛИС с другими форматами времени, конечно. Фильтр функции не работает. Zoomerize не всегда воспринимает. Почему так? Ну, это найдено решение, собственно, вологии этого Хэггри Битхэма, автора этого пакета, что именно COSEX-CT. И обязательно указываем временной полис. Потому что, опять же, дальше там разные функции, которые построены, воспринимают в настройки по умолчанию. С КЭЛС пытается все при UTC формату привлечь, приписать, если ему тоже не укажешь жестко. Первое, что у нас происходит, это у меня как бы чистый КЭЛ только установлен. Поэтому мы с помощью библиотеки ЭКСТРАФРОНТ и ее функции ФРОНТ-ИМПОК, хотим в папку системы МЭЛ записать шрифты. Его у нас спросят, конечно же, точно хотите, конечно хотите. Но по моим наблюдениям, у кого это пролируется, говорю, это все на системе ЛИМУС. Наверное, у нас тоже самое происходит. У кого установлен ТЕХ или БИЛОТЕХ, то и его шрифты тоже затягиваются. А там, ну, этот, пакет ТЕХ-КЛАЙФ, там, порядка 60 разных гарнитур. То есть, шрифтов на самом деле красивых очень много. Ну, плюс еще, если мы устанавливали отдельные системные шрифты из репозиторий, то тоже они туда загоняются. Получение литератологических данных. Почему мы привлекаем внешние данные? Дело в том, что вот эти три поста арселлоровские, на них установлены свои метеомобы. Ну, мерять направление метро в городе, где деревья, застройка, автобазы, всякие высокие здания. То есть, по сути, это меряется не ветер, а ветерологический. Это меряются вот эти локальные сквозники, которые между зданиями губят. Поэтому мы сразу в сторонние метеомобы получаем. У нас рядом с городом расположен международный аэроход. Ну, называется старое название Лосоватка. Это сейчас международный аэроход Крым Велик. Там метеостанция, которая берет наблюдения по двум программам. Долговременные наблюдения, метеорологические, которые там раз в три или в четыре часа меряют на них погодные условия. Но эта же метеостанция обслуживает гражданскую элианс. И они каждые полчаса передают данные по фактической погоде. Так называемые метар-телеграммы. Вот мы этими метар-телеграммами активно обслуживаемся. Что нам надо? Мы теперь берем пакет стейшнер, запускаем пакет магнитер, который делает нам вот этот вот канал. Далее. Далее. Нам надо получить список всех электростанций, которые есть в сентябре. Ну, чтобы выбрать свою. Лучше, конечно, сохранять в отдельном файле и там уже просмотреть ключевую. Там они подписаны в Украине и более-менее там по названию на сентябре. Всего на городе больше 37 тысяч метар-станций, которые ведут наблюдения по разным программам. Очень много метар-станций вот аэропортов. Теперь мы, собственно, получаем, мы уже с самой командой ГТС и Мистейшнс, мы, собственно, получаем название аэропортон и, точнее, название патер-станций. И, собственно, границы времени несколько, какие мы хотим получить. И, опять же, сразу следим за временем. Делает сначала в Косекс ЦТ UTC-шное время, а потом переходим в нашу временную пояс и в Европа-станций. Сразу поговорка. Данный выпуск импорта надо проверять, потому что несколько раз я замечал такое, чтобы чиповая связь или полгода не загрузится, или там целый год не загрузится. То есть надо как-то следить. Вы делали вот эти два телеграмма, которые я буду сейчас радовать, где-то на 48-м напротивницу где-то еще не будет. Но на самом деле почему-то иногда больше. Я не созванивался с патер-станции, еще пару словам почему-то. Видать, какие-то контроли они делают. Далее. У нас теперь возрастает прогрева нестыковки интервалов напротив. У нас выглядит воздух как каждые 20 минут, а метал-телеграммы каждые полчаса. То есть на первую мы можем только 2 минут каждого часа соединить. Фактически вот эти вот две трети данных пропадают. Мы долго думали, как это решить, там всякими перегонками интервалов, еще что-то. Мы потом нашли чисто случайно замечательный костыль. Просто-напросто растянуть значение вот этих вот метеорологических планок. Через 10 минут проинтерполировать вот эти промежуточные значения. Выглядит довольно логично. Потому что если у нас меняется температура и скорость ветра, то можно предположить, что промежуточные значения будут где-то тут находятся. Точно так же и направление ветра. Ветер не меняется, бац, развернулся, ну, 180 градусов. Он меняется в течение получаса как-то так. Постепенно. Поэтому мы и направления ветра в градусах тоже интерполируем. Чтобы не поручить голову со всякими там грандалами, мы растяиваем через 10 минут, а потом вот эти вот ненужные, ну, они потом не используются, да и все. Теперь мы можем соединить метеорологию с нашими наблюдениями за качеством воздуха. Как это делается? Делается это с помощью пакетов сух. Мы сначала направлению ветра в плане для энажного значения присваиваем я вот такое число. Но на самом деле это не обязательно, это для самоконтроля. Потому что опыт мой показывает, донашки забываются, там одни функции кушают, то и не кушают. Лучше сразу их удалить, затереть, а потом фильтровать больше или меньше. Далее. Нам надо сделать вектор, по которому будет производиться интерполяция. Мы просто-напросто берем максимальное значение и последовательность между максимальным, ну, между минимальным и максимальным значением и с шагом 600 секунд, делаем такой вектор, на который потом будет лепиться интерполяция. Далее мы собственно производим интерполяцию. Мы выбираем из медиа данных те значения, те величины, которые нам надо проэкономировать. Мы указываем по какому вектору, по какому вектору. И я заметил, почему-то некоторые повторяются значения времени. Поэтому пришлось ставить по уникальному значению. Вот я думаю, это как раз связано с теми контрольными измерениями, которые два сразу в один и два международных. И поскольку у нас получается объект формата вот этого зуба, он так и называется, если класс объекта посмотреть. Поскольку у нас первичная литература идет к источнику до единицы, после запятой там ничего нет, то и мы получившиеся значения тоже округляем до целого вечера. Далее. Нам теперь объект зуб надо датафрейм нормально переконкратить. Это делает функция зуб.дф. Функция не моя, я ее честно нашел в зубе. Что она делает? Она просто-напросто. Перебираем вот этот вот объект зуб и переводит его в формат таблицы. И все. Запоконится и мы вот этот вот опрок с метео, получившийся объект, все мы переходим в опрок с метео, в датафрейм. Теперь мы можем баловаться с нашими датами. С помощью такого вот каструбатого скрипта мы переводим значение угла направления ветра в углу. Откуда ветер будет? Ну тут примитивная проверка, проверка и фэлси, если то, если то, если то. В конце закрывает ручье скопочек. Но у нас помимо ветра определенного направления есть еще два метеологических явления. Это слабый ветер переменного направления. Это ветер, ну который еле ощущается, видно, что он действует невозможно заметить. И есть еще штиф. И поэтому на цели, конечно же, не забываем их. Если направление меньше нуля, а это то, что было Н-ашки в первичной таблице, но скорость больше нуля, значит это ветер переменного направления. Ну а если нет, то тогда это полу-выше-тиф. И сразу вот этому получившемуся объекту мы присваиваем рангу. То есть как фактор, чтобы эти направления шли у нас застрелкой пропаса. Потом функция вверх и шорен пакетов ДПР. Мы просто-напросто объединяем нашу таблицу с мониторином воздуха и нужные нам ячейки, точнее поля из таблицы вот этой метеорологических наблюдений. Должен быть только один идентификат. Там-этап-этап, который будет называться одинаковым. Ну, то умолчание. Если она найдет лэк-шорен два и более, то ясно-этилаку получится там ступенчатая привязка друг к другу. Ну тут он пишет. Шорен, барху, тайм, косик, сет. Мы по вот этому предельному формату косик с киевским, связываем две таблицы. Далее. Теперь можно заняться визуализацией. Самые наши первые визуализации куда же поступают загрязнения. Нас интересовало, можно ли вот этим мониторином, автоматизированным, вычислить вообще, кто вводит в нашу вопрос с кем. Прекрасно показано. Запускаем нашу таблицу с мониторингом и присоединенными метеорологическими параметрами в формат трейдер.дф Это один из внутренних форматов пакета дублей. Запускаем это все в туннель и дальше начинается там развивка. Фильтрация. Пыль неравна н2. Дальше выбираем для какого-то ресурса только нужный нам пояр из этой таблицы. Ну и все. В принципе, дальше начинается уже рапа поярной суммы. Единственное, что тут туннель, а когда мы запускаем функцию gg-под, которая строит бакета, то там же у нас уже и плюсы. Каждая дополнительная тут функция атрофическая, а она через плюсы так появляется. Ополнение таблицы. Далее мы его рассмотрим более детально. И мы это все разбиваем по поле масла на отдельные графики. У нас три поста мониторинга, и вот у нас будет три отдельных графики. Что мы строим? Желаем баксплот. Так называемые баксплоты, ящики с усами, диаграммы ящичные. Баксплоты, теники, они называются еще. Далее мы добавляем линию, которая будет соединять мониторинга этих баксплотов. И мы добавляем для отпущей влажности текст, который нам покажет количество измерений, попавшее в каждый из баксплотов. Там все, цветашки, куфты тоже, размеры, поворот этих, это все настраивается вручную. Ну и отсекаем по оси Y очень большие значения, потому что там встречаются космические концентрации пыли. Вот у нас получается такой бак. Откуда жезло пылью на три мониторинговых баса. Вот это метит скоксаким. Коксакимическое производство. Вот это метит скоксакима методологического производства. Вот этот бас расположен на карте он там был внизу. То есть ему вот эти ветра северо-восточные тоже внизу. По другому. Но переменный ветер и штрих. Медиатная концентрация даже выше, чем при ветрах напрямую и с промзутом. И в принципе это нормально. Для крупных городов отсутствие ветра это смерть и подобное. Происходит очень стремительное накопление загрязнителей в атмосфере. Как промышленных так и автомобильных бытовых то есть все остальное оно под этим углом жарится валится. Это то что называется насприятливый метрологичный ум. Далее. У нас есть по сути временной ряд. Временной ряд очень насыщен. У нас каждый день эти посты делают в идеале по 70-80 мы можем как-то чтобы отнимать общую картину эти измерения там устрелить сзади. Очень хорошо работают. Я их называю галендарными теоретами. Нигде официального названия не нашел как они называются. Вот галендарные там очень длинные. я опубликовал ссылку на моем сайте где этот скрип рассматривается. По сути это тайн. Каждый день это тайн с каким-то значением которое посчитали. Что мы там считали? Концентрацию были, температуру, влажность, еще что-то. Вот это все измеряется. Далее. Мы это все разбиваем по годам месяцам. Задаем салит поступил в радио ну и вот эта команда недели месяца на ночь чемпионата месяц может занимать до шести недель. То есть начинаться там где-то в среду или на шестую неделю где-то в понеделье заканчиваться. И добавляем в конце концов текст. Что мы тут считали? Мы считали среднюю температуру в средний суточный. Ну если у нас данных много, то у нас получается вот такая процедура. По несколько лет, по месяцам, по дням, недели, ну и вот что я вам говорил, шесть недель. Месяц может растянуться на шесть недель. Но неприятный такой момент, это оказывается вот полной скрипт работает, когда нету пропуска дням. То есть если у нас временной вектор идет безобрыг. Пусть даже там значения, которые мы считаем температурными, энажки, пустые, но надо, чтобы время не разрывалось. Если время разрывается, то тогда вот это все складывается на отсутствующие дни. И получается у нас на 23 дня в месяц и так далее. И трудно вычислить, какие же это на самом деле дни месяца. Но у нас, к сожалению, таких насыщенных данных нет, и мы запустили такую диаграмму по нашему роду, по Фейсбуку, она хорошо разошлась. Это кратность превышения концентрации среднесуточной диоксида серой. В принципе, мы когда начали с этим работать, нам дали вот эти распечатанные таблицы, я так предполагаю, что предприятия в сроке недолкали нарух, они думали, что заболгаются на пятых таблицах и отстал от нас. То есть у нас схватило злобо это все добить, там мы понаходили много всяких нехороших вещей в этих дамках. Практически полтора месяца 6,5 8, 7,7 7,8 то есть 8,5 и дружной сурточек и сиропоза никто нифига не снял я вам сразу скажу это вакцина всем нашим этим экологическим программам оно устанавливается оно там что-то работает но никто не анализирует никто никуда не шалуется и так не не дружной дружной иногда полезно показать детализацию каждого скачения как там в течении дня изменялось как кривая там устроится опять же пакет gg-под и функция пакет scales для отображения хорошего красивого оси линия то же самое, данные готовы в этого пакета dpi дойти там работают что бы вы не запускали, что бы вы не считали когда мы находим в gg-под функцию вы должны получить таблицу длинного формата long tail только тогда если у вас там есть какие-то категориальные переменные а вы внутри них там собственно обсчитываете значения только с длинным форматом будет нормально и